Так что же делать в этой ситуации? Заплатить 2 миллиона за регистрацию лекарства и продавать. Люди чудесно покупают. Философский камень медицины. Да это всё Бигфарм на нас зарабатывает. Пациент, наверное, тупой. Они могут продаваться даже не в аптеках, а просто в супермаркетах. Очевидное место поиска для того, чтобы искать себе это. Колёса — это аптек. Честно говоря, уже наговорили себе на командировку в Бердянск. У нас сегодня первый подкаст сообщества «Пей таблетки», которое очень широко известно в узких кругах, а потому мы не придумали ничего лучше, чем позвать нашего же главного редактора и по совместительству медицинского директора компании «МедАйкью» Никиту Эдуардовича Жукова. Ресурсы нашего пиар-отдела недавно вышли на совершенно новый уровень социального дна, поэтому мы взяли текст для представления нашего сегодняшнего гостя из первой ссылки в интернете. Итак, Никита Жуков. Молодой врач-психоневролог. Прикинь, молодой, несмотря на то, что только недавно в твоей бороде обнаружили лицо. В свободное от работы время он занимается простительской деятельностью, выпускает научно-популярные книги и энциклопедии, является автором весьма известного в сообществе расстрельного списка препаратов. Не многие знают, но слово «медицина» пошло от перевода с «фарси» фразы «Жуков, где контент». И я, Евгений Коровин. Кому-то интересен. Ну да, сюда вот, это да. Никто и звать меня никак. Ладно. Это Джон Сноу, король севера. На самом деле ты звучишь в точности как мой отец, но в целом ты прав. Ладно, сегодня мы будем разгонять за здравие и упокой. Ну нахер. Иначе говоря, за систему здравоохранения в России в целом и доказательную медицину в частности. Вот, скажи, Никит, мы же с тобой дружим, близкие. Семья, семья практически, да? Ну, в общем, да. Родственников не выбираю. Да. Получается, я из медицинской семьи. Ну, смотри, как у меня в детстве было. Вот тогда еще не было никакого Никита Жукова с его борьбой за док-мед. И у меня мама, кстати, тоже врач, фасовала как заправский афганский нарколог всем по вот этим вот пакетикам, по сумочкам, по рюкзачкам анциллококциновым. Потому что тогда казалось, что он защищает даже от самых страшных, известных человечественной инфекций. Хотя болел я даже в шавке. Мы оплетали дорогой сахар тоннами, и вроде бы все ничего. Ну, как ты думаешь, кто первый, кто сказал, слушай, ну, у нас в 20 веке медицина преодолела 90% наиболее распространенных, можно сказать, преступных заблуждений относительно того, как лечить людей. И вот давайте впаривать народу фуфло и зарабатывать на эти миллиарды. Будем снова все вместе пить экстракт из жопы утки и заряженный сахар. Звучит как бизнес-план. Поэтому это и работает. Это четкая продажа ложных надежд людям. Человеку можно что-то пообещать, сказать, сколько это будет стоить. Найдется аудитория, которая работает безупречно. Но в 20 веке действительно прорыв науки сложно недооценить, и все же мы получили то, что картина развития маркетингового пиара на всех телеканалах, вообще любых утюгах, когда нам говорили о том, что вот замечательные средства от всех болезней, которые спасут всю вашу семью за весьма относительно понятную стоимость, они развивались, они взыскали невероятную популяцию. Почему так произошло? Потому что люди не мыслят наукой и научными категориями. У нас до сих пор многие люди не перестегиваются в автомобиль, хотя конкретно доказана, ну есть конкретная статистика, сколько людей погибает с пристегнутым ремнем и без пристегнутого ремня. И это везде так. Блин, окей, ну смотри, очевидное место поиска для того, чтобы искать себе это. Колеса — это аптек, но там же есть куча таблеток, которые неизвестны никому за пределами России, ну и ближайших дружных стран СНГ. А у нас они занимают там чуть ли не лидирующие позиции с точки зрения продаж среди населения, хотя мы говорим о том, что они неэффективны, то есть получается мы с тобой враги? Даже не столько враги, мы диссиденты. Я дивергент. Я изучал, сколько это стоит, условно. Зарегистрировать БАД, биологически активную добавку, под ключ, стоит около полумиллиона. Ну, для бизнеса это фигня. Зарегистрировать лекарственное средство тоже под ключ, стоит около двух миллионов. На ведущих рекламируемых препаратах фармкомпании зарабатывают миллиарды. Ну, как бы, сложно пропустить такую вещь для инвестирования, как, ну, типа, просто нарезать какой-то фигней. Заплатить два миллиона за регистрацию лекарства и продавать по всему СНГ. Ну, тогда получается, что выпускать полную херню гораздо лучше, потому что у тебя меньше входной порог для того, чтобы оплатить и выпустить что-либо на рынок, но при этом ты не проводишь должного уровня исследований, потому что их как будто бы никто не требует. Тогда вопрос, почему такого же уровня маркетика нет у компаний, которые тратят миллиарды долларов на проведение достойных исследований, которые говорят, слушай, мы эффективны, мы работаем, вот огромное количество рандомизированных клинических исследований, там, мета-анализов и другие сложные слов, которые так популярны в твоем сообществе и среди, там, коллег, которые вроде бы что-то понимают в здравоохранении. Так почему же так получается? Это ровно то же самое, что вот эти все теории заговора насчет бигфармы. В принципе, это примерно теории. В общем, это, типа, такая толстая фарма или что это? Ну, да, в смысле, это прям большие компании международные, которые выпускают. А в России есть бигфармы? Ну, представители бигфармы есть, вроде там, Pfizer, Bayer. А вот прям наша такая отечная, импортозамещенная, хорошая бигфарма. Да, можно считать PHS-фарм стандарт, наверное, ну, прям вот бигфарм. Airfarm, наверное, еще. Ну, в принципе, да, но все равно. Прикол в том, что аудитория тех, кто поедает сахарные шарики и тех, кто говорит, типа, бигфарма нас всех уничтожает и заставляет покупать препараты, примерно одинаковая. И для них, с одной стороны, вот по тупым препаратам, вроде гомеопатических шариков, ну, все нормально, они, типа, их принимают и чувствуют, и человек. А про другие препараты они говорят, ой, это все бигфармы на нас зарабатывает. Хотя, блин, ребята, камон, а кто, если не бигфармы, будет вам поставлять вакцины, например, другие какие-то препараты, без которых, ну, люди реально умирают? Ну, нет, это, вот, да, либо мы верим в какую-то гомеопатию, либо, вроде, в вопрос, возвращаясь к тому, враги ли мы, то есть, ну, есть же у нас очень, там, четкое регулирование с точки зрения рекламы, с точки зрения того, что попадает на телевизоры, ведущие площадки вроде каких-нибудь, там, Яндексов, Мейлов и всего прочего, Озонов тех же, да, которые говорят о том, что, слушайте, вот, алкоголь мы рекламировать не будем, потому что это вредно, табак мы, типа, рекламировать не будем, потому что от него вообще рак и все самое страшное, там, импотенция, мучительная смерть, что там еще мне попадалось на пачках за последнюю неделю. Ну, почему же с точки зрения регуляторики относительно лекарств такого жесткого запрета нет, и мы столь четко знаем, что у нас сейчас там запрещено рекламировать только рецепторные лекарственные препараты, в то время как БАДы, гомеопатия, условные лекарства без достаточной доказательной базы, они вообще пестрят везде, про них все знают, все говорят, блин, ни хера себе, там, моя аптечка без кагоцелла, она просто неполноценна, мы все умрем, потому что, ну, это же просто, это лекарство, это философский камень медицины, почему так? Низкий порог вхождения в это, ну, то есть, если как лекарство, да, около двух миллионов стоит зарегистрировать и идти продавать везде и рекламировать, естественно, ну, так бы, это абсолютно прекрасный бизнес с хорошей доходностью, то, что его не запрещают, это, да, прям отсталость нашего здравоохранения, увы, у нас все... Ну, только ли нашего, то есть, здесь вопрос. Ну, нашего я беру, просто советское правоохранение в целом. Давай вот здесь делаем акцент, вот, как бы, мы тут разгоняем, там, за доказательную эффективность, мы работаем с аудиторией, проводим, простите, сходите, говорим, что, там, вот так нужно лечиться, вот так лечиться не нужно, но что делать с тем, что, вот, ты заходишь, вообще, в любую среднестатистическую аптеку, и все лекарства, которые ты видишь на прилавке, они так или иначе, ну, давай, говорим, полное фуфло. То есть, какой процент лекарств вообще, вот, в аптеке, которые попадают тебе, там, на первый осмотр беглого взгляда, они, в принципе, нормы, и почему такое происходит? Их действительно мало. Если считать еще, там, какую-нибудь хорошую уходовую косметику, типа, там, на Рос-Позе, то, как бы, процент, еще можно как-то... Да, это не реклама, то процент, как бы, того, что прям плохого находится в аптеке, он немножко снижается, но, в основном, да, это прям наши любимые фломицины, которых в остальном мире либо не знают вообще, либо есть исследования, которые опровергают их эффект или опровергают даже безопасность. У нас они вот, да, на первой полке, их легко зарегистрировать, их легко рекламировать. Люди чудесно покупают таблетки, которые им обещают что-то выезжать. Это, да, просто свойство нашей логики. Я в одно время проводил собственное авторское исследование. Я посмотрел в Петербурге станции метро, и вот с места, где ты выходишь из метро, сколько вокруг аптек видно? В среднем четыре. Четыре аптеки вот просто в кругозоре, там, конкретная станция метро. И в каждой из этих аптек еще очереди стоят. И все эти люди покупают БАДы, противовирусные, глиопатин. Наша подписчица из Питера отправила фотографию гомеопатической аптеки как отдельного какого-то субъекта, который функционирует, и, видимо, даже в виде сети, то есть, да, встречается даже такое. Ну, просто неужели там же работают вполне себе дипломированные фармацевты, люди, которые имеют какой-то медицинский бэкграунд, они точно знают, что в целом, ну, наверное, это не работает. Лекарства, обладающие доказанной эффективностью, стоят зачастую не меньше, а иногда даже, может быть, и дороже. Так почему же они не лежат на самых первых рядах, на самом видном месте, и не притягивают себе взгляд с точки зрения того, что, во, здорово, супер, именно это мне и нужно, и фармацевт, добрая девоченька, которая все, знаете, подскажет, говорит, слушайте, возьмите вот, зачем вам какой-нибудь там орбидол, например, да, возьмите себе лучше что-нибудь там, антиперетти какой-нибудь, который вам температуру собьет, и все у вас будет хорошо. Так почему же так? Почему же? Насчет петербургской гомеопатической аптеки, она находится в самом центральном центре Петербурга, прямо напротив станции метро «Гостиный двор». Она существует там, типа, лет 20 уже, и, в общем, это, может быть, даже больше. Возможно, она, в принципе, старше докмеда. Она точно больше 30 лет там, да, находится. Врачи, провизоры, фармацевты, которые вот это рекомендуют, продают и так далее, они зачастую не какие-то злые люди. Они искренне верят, что вот это вот дерьмо работает. И к ним приходит какой-нибудь человек больной, говорит, вот мне, типа, врач посоветовал какой-то гомеопатический сахар, может, вы что-то еще посоветуют? Конечно, посоветуют. Абсолютно неискренне и честно. Чего надо спросить у фармацевта в аптеке, чтобы он дал тебе не распиаренные с точки зрения, там, маркетинговой компании, с точки зрения супер, там, какой-то, какой-то популярности. Потому что, вот, например, недавно у нас там был очень достаточно сложный разговор с одной крупной компанией, у которой там ключевой заказчик рекламы препарат «КГЦЛ». Мы со своей стороны, у нас там есть сообщество, которое подвигает докмеда, у нас там есть сайт, есть приложение наше замечательное, на котором сказали, слушайте, ну, вам же не сложно сказать о том, что «КГЦЛ» – это самый популярный противовирусный препарат в России. Но ведь правда же, самый популярный. Является ли он эффективным, вообще никого не волнует. И как будто бы, тем самым вопросом они намекают на то, что, слушайте, ну, мы же не идем в противовес вашим убеждениям, той политике, которую вы толкаете, тем ценностям, которые есть у вас там в команде. Ну, мы просто говорим фактами. Так вот, чего же нужно спросить такого фармацевта, чтобы вместо какого-то фуфламицина или пустышка он посоветовал тебе действительно эффективный препарат, который, возможно, поможет тебе? И ровно как раз из-за того, что все перечисленные участники, вроде врачей, провизоров, фармацевтов, во все это дело верят, они могут еще и посоветовать, какой фуфламицин лучше другого фуфламицина, вот там, если сравнить. Возвращаясь к прошлому вопросу, на который я не успел ответить, про, типа, почему на витринах, да, здесь висят самые отвратительные препараты. Потому что рецептурные препараты нельзя рекламировать. Антибиотики, вся психформа и так далее, они все лежат в закрытых полках, и даже нельзя выставлять на витринах. Ну, на самом деле у меня вопрос последний, он был не до конца корректный, потому что по-хорошему, по логике, любые колеса, любые таблицы должен назначать врач. Потому что само слово «самолечение» он носит, скорее, негативный оттенок, и вообще, как понять, что я обращаюсь и получаю назначение не от финалиста конкурса «Битва экстрасенсов», а от нормального клинициста. Как мне понять, что я могу довериться своему эболиту? Это, собственно, разговор про то, что пациент в России и в СНГ, в частности, если он хочет контролировать свои заболевания, свое здоровье и покупать правильные препараты, то он должен понимать, где прям совсем фигня, а где можно еще верить. Ну и, соответственно, этим людям нужны правильные врачи. И, собственно, вот наши... Допустим, я обыватель. Я вижу своего врача в первый раз, я пришел, записался в какую-нибудь там хорошую, понятную медицинскую сетку, я вот вижу своего терапевта, своего вершителя судьбы в рамках моей там простудного заболевания, и я должен понять, вот какие, может быть, признаки существуют между там мракобесом, который говорит тебе, слушай, давай сейчас мы тебе пиялок поставим просто дюжину, сейчас мы тебя накачаем, отсылококциновым и дождемся правильного, правильного, корректного лунного цикла. Это, в принципе, самый частый вопрос от пациентов, которые, ну, до меня дописываются и так далее. Самое простое, это, собственно, спросить у врача, а что вот это назначение должно сделать. Если в ответ вы слышите, что оно должно что-то улучшить, скорее всего, это полная фигня, потому что у реально работающих препаратов есть какие-то свои контролирующие точки. Появление конкретных механизмов, с точки зрения очень локальных, которые воздействуют на твое тело, отличает хорошим, в принципе, от плохого. Что еще? Это, в принципе, самое главное. Ну, так вот, чтобы можно было среднему человеку объяснить. Если врач говорит, что, типа, вот я вам это выпишу, вы спрашиваете, почему, ну, типа, что ждать? Ну, типа, он улучшит кровоток, он улучшит какой-нибудь отток. Это все с Грифом? Нет, ну, на самом деле я встречался с тем, что там мои знакомые тоже назначают какие-нибудь диполепидемические препараты, потому что, говорят, он должен понизить уровень холестерина. Ваш, в принципе, абсолютно корректное объяснение. В действительности это так оно и работает. То есть, наверное, это какое-то, может быть, не абсолютное определение с точки зрения попытки врача, который обладает там невероятным объемом понимания с точки зрения биохимии, фармакокинетики, фармакодинамики препаратов. Но, помимо всего прочего, то есть, он пытается это перевести на максимально неврачебный язык, потому что, когда люди из медицинского сообщества говорят на своей термине, им кажется, что все норм, но для людей, которые стоят извне, они выглядят как больные ублюдки, которые на каком-то выдуманном языке пытаются что-то там себе разъяснить. Ты втираешь мне какую-то дичь. Вопрос. Что-то должно быть еще? Это не то. Тут именно про вот эту такую формулировку, типа, улучшить. Если тебе назначают статины для контроля лепедного профиля крови, и тебе говорят, ну, типа, это понизит твой там плохой холестерин, это окей. Если тебе вместо этого врач скажет, что, ну, это улучшит состояние твоих сосудов, это полная сирня. Вот как понять? То есть, в принципе, в конечном счете он прав. Но в промежуточном, возможно, для нас, для нас, людей, которые... Не было такого критерия уничтожить вот что-то в организме. Окей. Есть конкретные критерии. Снизить холестерин, да, отлично. Что можно спросить своего врача, чтобы понять, насколько он разбирается? Вот просто для человека, который приходит на прием. Просто надо спросить, что мы будем ждать. Вот есть там, допустим, предварительный... То есть конкретные этапы, которые должны быть с точки зрения рекомензенции, рекомензенции, которые должен достигнуть человек для того, чтобы его состояние стало лучше. Нужно задавать ему вопросы. Задавать вопросы по поводу чего угодно. Не существует глупого вопроса от пациента, потому что пациенты не должны разбираться в медицине. Соответственно, если вы получаете какую-то консультацию от врача, вы можете прям по пунктам уточнить, что это значит. Это касается госврача или любого врача? Это касается любого? Мне кажется, меня бы бесило, если бы мне задавали кучу тупых вопросов, которые для меня кажутся очевидными, потому что просто, ну, я буду думать, пациент, наверное, тупой. Сейчас я ему картинку анимированную принесу, какую-нибудь из гугла скачу, но пусть разбирает сам дома. Вот ровно про это я и говорю, что пациент не должен уметь разбираться. Он должен спрашивать всё, что ему непонятно или хочется узнать. И хороший врач, что в госсистеме, что в частной практике, он всё-таки объяснит всё, каждый этап, что мы ждём, чего мы не ждём, какие могут быть проблемы, какие бенефиты и так далее. Это как раз признак хорошего врача. И как раз те врачи, которые не назначают какую-то фигню, они и будут про это подробно рассказывать. Потому что, ну вот, назначите гомеопатию. Ты спрашиваешь, а чё мне от этих шишариков жрать? Ну чё, по-моему, выздоровеете. А ладно, а какой механизм будет? Вот что в моём организме произойдёт, чтобы вот из нынешнего состояния я, типа, поправился. И как бы гомеопатом мне навкажут. То есть в том случае, главное уметь очень корректно и аккуратно по-русски паться до своего врача, чтобы он объяснил тебе те механизмы, которые лежат в основе действия препарата, и в этом ничего плохого нет. Бесит ли это врача? Я считаю, что нормального врача это не бесит. Ну, в смысле, хорошего, а у врача это не бесит. Потому что, если я не пойму, я не буду пить. Ну, в том числе, например. Да. Ещё в ту же сторону, если врач отказывается отвечать на какие-то вопросы, то у пациента сразу внутри возникает сомнение. Типа, он вообще знает, что он не выписал? Может, он говорит, типа, я не буду рассказывать, потому что он сам понятия не имеет, что там, сколько там, как работает. Окей, тогда вопрос. На что сейчас ориентируются в определении эффективности лекарств ровные пацаны и условно хорошие врачи? На международные стандарты лечения, международные клинические протоколы. Благо, чуть ли не надо. То есть каждый хороший врач, ну, так или иначе, должен говорить на английском. Потому что, как я понимаю, все эти международные стандарты, они, скорее всего, написаны не на русском. Потому что у нас, конечно, мы все ждём, скоро там Россия везде будет. Но помимо этого, сейчас большая часть исследований, которые выпускаются, они же, ну, там, Scopus, нормальный ВАГ, даже там Web of Science, они так или иначе идут на английском языке. То есть хороший врач должен быть, помимо всего прочего, ещё и достаточно неплохим носителем языка, чтобы вы понимаете это всё. С одной стороны, да. С другой стороны, онлайн-переводчики уже прекрасно работал. И вот как бы, если ты, типа, в школе учил немецкий, и тут тебе какой-то английский текст, ну, скачай какой-нибудь Dipple или Google Translate. Никита просто родился в ФРГ. Малоизвестный факт. Ну, потому что сам я так же и начинал. Я ещё там на пятом курсе пытался читать какие-то англоязычные источники. И там не настолько, что форма. Лондон, Лондон, this is the capital. Россия? Россия, правильно, это правильный ответ. Мы кучу раз сказали сегодня про док-мед, доказательную медицину. А вот если прям по-простому, как будто я задал максимально дебильный вопрос. Что это такое? И чем это принципиально отличается от того, чему сейчас десятки тысяч студентов в медвузах обучаются и с чем они выходят оттуда? Ну, если совсем по-простому, то давай представим, мы такие на картах сидим, и такой, что такое документ? Я тебе такой, типа, ну, слушай, ну, это когда врач чисто по понятиям работает. Вот тут не как там, вот это же, это, шуй, мой. Блин, ученики же есть, чисто по понятиям есть. Так, кто их пишет, эти ученики? Такой, знаешь, кто ученик писал, а? Реально. Тем более. Ну, по сути, доказательная медицина — это то, что наиболее сейчас эффективно и проверено в плане безопасности. Проверено про эффективность и про безопасность в контролируемых клинических испытаниях. Контролируемые, типа, их там правительство контролирует или что это? Контролируемых — это значит, есть контрольная группа, которая жрет не таблетки, а пустырки. Или если это метод диагностики. То есть в этом исследовании есть группа, которая получает нормальный препарат и группа, которая получает пустышку, которая точно не должна вызвать у них какого-либо эффекта. Да, именно так. Как это называется исследование? Перемешиваются. РКИ. Рандомизированное клиническое исследование. Хорошо. Вопрос. Ну, допустим, есть у нас РКИ. Но вот есть же там пример, в котором, например, участвовал я. Не буду говорить, где я не буду говорить, какой организации. Но я участвовал в тестировании замечательной вакцины, в кавычках, Epivac Corona. Да, которая пришла на попытку замены нашей замечательной векторной спутник ВИ. И вот получилось, что мы как будто бы и не знали, что мы колем. Но отличить полностью прозрачную пустышку от немножечко мутной вакцины вообще труда не составляло. И оценивать непредвзятость в рамках той контрольной группы, которую мы делали, ну, было сложно, потому что мы все не дураки понимали. Понятно, что вакцина все-таки это не чисто лекарство, потому что у них нет, в отличие от лекарств, действующего вещества. То есть у них нет того вот этого самого международного, непатентованного названия. Это все-таки какая-то химерная там аденовирус, например, как в случае с Epivac Corona. Но все-таки можем ли мы говорить о том, что РКИ, вот эти вот рандомизированные клинические, где врачи не знают, что они дают пациентам, где пациенты не знают, что они... И только потом там наблюдатели, которые все это дело разбирают, они оценивают результаты. Или все-таки есть, мы говорим про международные исследования, которые стоят там десятки миллионов долларов, там миллионы долларов. Насколько они все-таки непредвзяты? И насколько можно сказать, что действительно вот, если они проводятся по международным стандартам, они как Epivac, им можно доверять, они нормальные, все, как бы зашибись. Дело в том, что это опять возвращение к Big Pharma. Если мы будем считать, что мы, типа, не верим вот этим большим и дорогостоящим исследованиям, получается, мы ничего тогда не верим. Потому что где тогда брать данные? Оттуда, что там, типа, какой-то профессор 50 лет колет одну и ту же вакцину и считает, что, типа, это окей. Хотя там, допустим, выпустили более современные аналоги. Если мы это принимаем, что, типа, ой, ну там Big Pharma на десятки миллионов долларов, на клипологу это фигни, чтобы продать нам, а мы будем только страдать, а никак не улучшимся. Ну, тогда надо просто откатываться. Ну, вот прикинь, я большая Big Pharma, там, большая, жирная, такая смачная, такая, пуэрто-американская фарм-компания с такими вот бедрами. И я говорю, слушай, ну, мне дешевле заплатить, чтобы в результате этого исследования моё лекарство, на которое я потратил очень много лет, а ведь регистрация препарата-то сколько, ну, 10-15 лет, иногда 20, если это биопрепараты, да, ну, это же огромный срок. То есть только твои дети уже будут пожинать плоды того, что ты там намутил себе в своей там лаборатории. Так представь себе, мне же дешевле, казалось бы, заплатить, чтобы все сказали, ну, да, эффективно, чем возможно, потратив такие ресурсы, такие деньги, такое количество человек, что понять, что я разработал полное дерьмо, которое не работает и, более того, ещё не продастся, меня уволят, засудят, всех моих сотрудников лаборатории продадут в сферу коммерческих работников секс-индустрии, КСР, да, вот это КРС, как это называется. Для того, чтобы как раз это контролировать, в том числе есть постмаркетинговые исследования. То есть когда препарат уже попал на рынок, научные центры по всему миру, даже абсолютно незнакомые с изначальным там фармкомпанией, начинают дальше проверять его и, собственно, собирают данные по поводу того, действительно ли похож эффект на то, что было изначально описано, или всё-таки нет. Ну и как бы тут вот такая, она как раз выйдет, потому что ты не можешь скупить все научные центры в мире. Окей, тут ты прав. Кто-то начнёт регулярно опубликовать, что это нет. Что такое документ по-простому? Это методы, препараты, всё, что угодно в медицине, что имеет достаточное обоснование своей, во-первых, безопасности, а во-вторых, эффективности. Эффективности в плане того, насколько метод или препарат эффективен по сравнению с тем, что написано в инструкции, по сути. А есть ли то, что касается лекарств без доказанной эффективности, но которые на самом деле столько работают? Возможно. Только надо помнить, что в медицине и вообще в науке в целом действует презумпция висловности. То есть вот у юристов есть презумпция невиновности. Пока не доказали, что вот он преступник, то мы его не считаем преступником. В медицине ровно наоборот. Пока какой-то препарат или добавка или что-то ещё не будет доказано, что это эффективно, мы считаем, что это неэффективно. А чтобы доказать, нам нужны большие, хорошие клинические исследования. Вот и всё. Я на самом деле хочу тебе привести в пример то, что нам отправили наши коллеги относительно препарата Медокал. То есть это препарат, который используется при параплегиях, гемоплегиях, парезах. То есть это миорелаксант, проще говоря. И наши пользователи, наши подписчики говорят о том, что вот в курсе своём, который назывался «Неврология мечты», ты говорил, что препарат Медокал не фуфломицин, но эффект его очень слабый и не то чтобы сильно эффективный, хотя по твоему личному разумению есть достаточная доказательная база, которая подтверждает то, что заявляет предваритель. Вот как быть с таким препаратом? Ну как? Объяснение его эффекта есть. Вопрос про то, насколько силён этот эффект и насколько он отличается от других препаратов. Какую категорию мы запишем такой препарат? Категорию проверенных, да. Но это достаточно эффективных. Это уже другой вопрос. Ну типа, да, он эффективен, хорошо, окей, галочку поставили. Насколько он эффективен по сравнению с другими препаратами? Это уже вообще совсем другой вопрос. Сейчас жара пойдёт. Жара. А что с гомеопатией? Я вообще могу говорить такое слово в соответствии с запретом на пропаганду нескрепных ценностей и нетрадиционной медицины? С гомеопатией всё прикольно. В основном в сторону гомеопатии кидают то, что типа объясните механизм действия. Вот что из этого сахара должно подействовать? Это на самом деле... Память воды. Да. Пытаться понять механизм действия и от него доказывать эффективность это на самом деле дурацкий путь. Потому что если бы гомеопатия работала, то нам было бы без разницы совершенно по какому механизму она работает. Вот. У нас есть исследования, когда сравнивают людей, которым даёт именно гомеопатию, а другим ту же гомеопатию, да, у нас было бы только просто сахар. Ты хочешь сказать, что кто-то из производителей, который пытался, согласно твоему первому тезису, выйти на рынок более быстро и меньше крови с точки зрения экономии средств, проводил подобные исследования, чтобы доказать неэффективность собственного препарата? Ну, не настолько, но исследования такого рода проводят. Они были независимы, наверное? Якобы независимы, с якобы отсутствием конфликта. То есть они всё-таки пытались что-то доказать? Да, конечно. У нас есть целая компания, фармкомпания, ММД, скажем так, 2М там. Они, во-первых, переназвали гомеопатию по-другому, чтобы это была такая скрытая гомеопатия. Они называют это ризинк-активные препараты. Вот. Открываешь инструкцию, а там, типа, антитело в какой-то 10 минус 15 степени, или, в общем, гомеопатия настоящая. Да, они усиленно клепают научные работы про вот эти свои чудесные препараты. И более того, есть люди, которые верят этим, якобы, научным статьям. И потом эти люди совершенно вот на чистом глазу рекомендуют это пациентам, рекомендуют это клиентам в аптеке, потому что вот, я прочитал. Работает бесконечно хорошо. Окей. Абадами вообще можно лечиться? Ну, смотри, там же дофига витаминов, минералов, цинков, кобальтов, адамантиев, вообще всех просто полезных ресурсов из Варкрафта. Нужно больше золота. Ну, должно же быть все хорошо. Ну, по идее, да. Другое дело, что бады никто особо не проверяет. Их достаточно проверить на безопасность, а уже что там работает, не работает, без разницы. То есть бады это вообще не лекарство? Или как? Есть полезные бады, я не знаю. Да, бады это не лекарство, и они могут продаваться даже не в аптеках, а просто в супермаркетах. Пищевая добавка. Понимаете? Добавка к пище. Биологически активная добавка БАД. Добавка это типа к еде. Прикол бадов в том, что иногда в бады засовывают действительно работающие вещества. Ну, то есть самая известная история про то, как типа БАД для здоровья предстательной железы и там типа для лечения импотенции там оказывается внутри Виагра, который выяснил луденофил. Да, один мой друг, один мой друг, правда ли, как-то раз, как-то раз узнал о побочном эффекте селуденофила, который, как выяснилось, являлся его основным действием. Вот, с точки зрения снижения давления в малом круге кровообращения, накачавшись задорно Виагрой перед визитом некой и весьма впечатлительной мудмазы, очень удивился, когда, выпив четыре таблетки действующего вещества, биологически активной добавки, стимулирующей потенцию, внезапно рухнул без сознания. Итак, ладно, на самом деле, она же вообще, ну давай честно, есть проблема не только с несуществующими лечебными эффектами, но и с фэнтезийными колдунскими проклятиями типа дисбактериоза, мегетсосудистой дистонии, могут ли выдуманные лекарства их лечить? И как вообще с этим жить? Потому что у меня, например, ВСД с пяти лет, и я прям очень хочу знать, сколько мне осталось, может ли волшебный порошок лечить от заболевания пони? Звучит пони оригинал? Да. Да, чудесно. Дело в том, что, вначале я это пояснял, мы доказываем эффективность не только таблеток, мы доказываем эффективность в том числе каких-то методов. И методов как лечения, так и диагностики. Подожди, дисбактериоза нет? Как такового дисбактериоза нет, который рисуют всем... ВСД нету? И ВСД. А что тогда делать вообще? Помимо дисбактериоза есть СИБР, синдром избыточного роста бактерий. Да, бактерий. Бактериального роста? Бактериального роста, да. Вот оно. А ВСД это что такое? ВСД это обычно такая помойка для всех состояний, которые приходят к неврологу чаще всего. ВСД как диагноз не существует. Его нету в МКБ в целом. И скорее всего люди, у которых стоит ВСД, относятся к пациентам психиатрического профиля. Это то, что раньше называли неврозами. депрессивное расстройство, расстатадаптации, тревожные расстройства и так далее. Блин, мы, честно говоря, уже наговорили себя на командировку в Бердянск. Я сейчас вообще не про Call of Duty. Но я должен спросить. Ты же ломаешь уже довольно давно гомеопатам-алхимикам их весьма успешный бизнес. Прилетало? От гомеопатов к ним пролетало, от других производителей фламицидов прилетало. Но в основном по мелочи. Блин, расскажи, как ты дрался с боевыми алхимиками? Я диссидент. И все остальные врачи, которые якобы по доказательной медицине, все равно тоже диссиденты. У нас реально по штукам нужно пересчитать. По сравнению со всеми остальными врачами в России, мы просто меньше одного процента. И про фармкомпании это так же и продолжается. Вот эта вся моя деятельность уже там сколько, почти 10 лет. она влияет на вот эти заработки миллиардов самой? Ну, совсем ничего. Я начну с твоей вот. Знаешь, у меня складывается впечатление, что я сейчас могу начать варить абсолютно любые порошки из нифига, и мне за это скорее всего довольно быстро запишут каких-нибудь последователей культа Кузи, как компании, зарабатывающие миллиарды. Подобные сходят с рук, хотя они делают плюс-минус то же самое. И как убедить всю страну в том, что твое говно работает лучше, чем лекарства с высоким, понятным уровнем доказанной эффективности, которые действительно что-то делают, а не просто фуфл, который весьма хорошо и бурно продается в аптеках. Нет никакой разницы между каким-то выдуманным препаратом с поддержкой луферных исследований в российском в российской медицине с тем, что вот да, это какой-то просто мусор на прелавке аптеки. Это одно и то же. Мы сможем сделать препарат, который всех убедит свою эффективность и не будет работать? Да, запросто. У меня есть такие планы. Я тоже хотел с детства стать лидером секты, но вот это хорошая альтернатива. Теперь по-настоящему важный вопрос. Ты смотрел Человека-паука? Какого из? Вот, который еще был в Соневской, где Тоби Магуайр играл. Да, Тоби Магуайр перед тем, как его застрелил грабитель? Удали Сипи. Это было в третьей части. Он сказал, большая сила порождает большую ответственность. Можно ли сказать, что побочки и нежелательные явления, расписанные на 200 страниц, только у наиболее эффективных лекарств, в то время как фламецины и прочие лишены этих качеств? Да, это практически критерий фламецина, если у него нету каких-то явных побочных эффектов, и в том числе противопоказаний, кроме типа индивидуальную непереносимость, которая на что угодно может быть. Если большой список побочек, значит препарат достаточно хорошо изучали, и ему стоит доверять. Так что можно даже ориентироваться на этот критерий. Если вы купили таблетки, и там такая простыня сложных слов, скорее всего, он работает. Окей, вопрос тогда. я как-то раз бывал за границей, вот прям вот за пределами России, то есть за грамм паспорт делся, как положено. Мне показалось в местной аптеке, когда я покупал израильский ибупрофен Эдвил, что как будто бы у них процент фуфломицинов чуть-чуть меньше. В целом так и есть. Но это если мы берем Европу и собрезанную Европу я, то есть я производил. Обрезанную Европу, да, конечно. Более того, у них даже аптек меньше. То, что я рассказал несколько минут назад, то, что в Питере ты на любой станции метро выходишь и видишь вокруг около четырех разных аптек. В Европе такого нету. Там, дай бог, одну аптеку ты увидишь, ты в нее зайдешь, там еще пустота обзиметная. Неужели фарма в Европе, в США это не бизнес? Это же бизнес и по оценкам это же гораздо более высокоприбыльный бизнес. В чем разница? Конечно, это так. Но они играют именно на нормальных препаратах. Это антибиотики, это психофарма моя любимая. Они все рецептурные и они все проверены как раз вдоль и поперек. Потому что так правильно делать. Вспоминая по вакцины российские, это был вообще суперпоказательный кейс 2020 года, когда Россия выпустила, типа, смотрите, мы первые сделали вакцину от коронавируса и весь мир такой, типа, ну, конечно, прикольно, а где третья фаза? Мы такие, какая третья фаза? Мы всегда так делаем, вы что? поэтому, да, мы долго не могли акклиматизировать нашу вакцину в других странах. Но, может быть, есть еще разница в том, что мы остаемся одной из немногих стран в мире, в которых до сих пор здравоохранение отчасти бесплатное. А вот, ну, я очень немного знаю про страховые системы медицинские в мире, но, например, там, в Германии работает фонд Бисмарк, то есть это УТО фонд Бисмарк, тогдашний руководитель, который ввел новую систему здравоохранения, которая подразумевала, что в каждой клинике Германии привязана своя страховая компания, которая находится ее офис там же, который регулирует клиента поток, определяет уровень медицинских манипуляций, терапевтические, то есть лекарства для назначения конкретному пациенту, и можно ли сказать, что потому, что у нас за весь бар условно платит государство, у нас это и в странах СНГ, в которых модель страхования очень похожа, остается до сих пор то, что даже государство может закупать лекарства, которые в целом может быть не так эффективны. Да, так оно и есть. Более того, это как раз те самые деньги, которых нам вечно не хватает в медицине. Потому что что с ними? Они катаются по венам старушек и дедулек во всей стране, которые два раза в год ходят на капельницы в какую-нибудь поликлинику или на физиотерапию. И вот эти два этажа в любом госзаведении с медициной буквально сжигают миллиарды денег, которые, ну, можно было бы, наверное, на что-то более полезное потратить? Ну, частично мы этот вопрос попытались решить. Мы выпустили систему FarmFrame, которая должна была оптимизировать закупки лекарственных препаратов. Она только запустилась. Но, кстати, надо сказать, что самый первый регион, который в целом ее решил взять к себе для того, чтобы оценить лекарства по доказанной эффективности и как-то с ними взаимодействовать, это Москва. Мы очень надеемся, что другие регионы рано или поздно прислушаются к опыту столицы и начнут делать что-то подобное. Я думаю, что важно, чтобы к этому прислушались не регионы, а ОМС, что федеральный ОМС, что террафонды в регионах. Вот тогда возможно что-то действительно изменит. Давай так, еще. Есть такой тезис, что лекарства пустышки, так называемые плацебо, есть такой тезис, плацебо работают. Что вообще с ними, есть ли им какое-то место в мире доказательной медицины сейчас? Да, плацебо может работать, но надо понимать, что в плацебо эффект входят все вообще неспецифические факторы. То есть даже вообще отдельно от какого-то препарата или метода. Цвет стен в поликлинике, на хамеле в регистратуре или нет, сколько человек ехал до туда, это все будет вкладываться в плацебо эффект. То есть полагаться на силу психосоматики пациента не лучшая идея? Совсем не лучшая идея, потому что это непрогнозируемо. Если мы надеемся на плацебо эффект у конкретного человека, мы не можем спрогнозировать, насколько он сработает или не сработает. То есть по сути мы обрекаем абсолютно неэтично человека на то, что мы сами даже не знаем. Ну, чего ждать? Короче, в медицине нет места надежды, есть место только фактов. Можно и так сказать. Есть же какие-то аспекты, когда плацебо должно применяться. Вот мы же говорим про двойные заслепленные исследования, про рандомизированные клинические исследования. То есть плацебо все-таки же, наверное, нужно? Ну, для того, чтобы в экспериментальных целях использоваться, почему бы нет? Но более того, сейчас в основном стараются сравнивать что-то новое не с пустышкой плацебо, а с каким-то конвенциональным лечением. То есть конвенциональным, ты сейчас выдумал это слово, его нет. Что это значит? Это значит, что это уже общепринятый стандарт лечения для такого состояния. А вот так и говори тогда. То есть у нас, допустим, появляется какой-то новый препарат для лечения гипертонической болезни. Мы будем его сравнивать не с пустышкой, а с тем препаратом, про который мы уже все знаем. Есть же еще препараты курильщика. Это так называемый дженерик. Тот самый урод в семье, которого держат в подвале и скидывают ему остатки еды, когда гости ушли. Насколько все плохо? Так вот, отвечая на твой прошлый вопрос. Которого не было. Которого не было, да. Когда к педиатру приходит тревожная мамочка с ребенком, если педиатр достаточно компетентен и умеет работать с людьми, то он объяснит мамочке, что типа, слушай, ну вот максимум, что нужно, это побольше жидкости и протестамола. Все будет нормально. И он и объяснит в том числе, почему не нужно давать противовирусный. Один из наиболее хороших аргументов в наших краях это сказать пациенту, что вы просто так деньги потратите. А еще, если речь про какую-то там физиотерапию или капельницы, вы еще деньги потратите, вам придется отпрашиваться с работы, вам придется по пробкам валить куда-то в другой конец города, чтобы это все дело получить. А эффект будет такой же, как вот там типа от парацетанола или буброфена. Это достаточно. Давай вернемся к уроду в семье, к дженерикам. Что с ними? С дженериками все чудесно. Это такая до сих пор очень серая область, даже в плане доказательной медицины. Потому что какие-то дженерики нормально проверяются, какие-то не очень. И очень много субъективных отзывов, что там, мол, вот этот дженерик неплохо переносится, а вот этот типа хуже. И это именно субъективные вещи, которые даже толком не проверишь. Просто потому, что никто этим не будет заниматься, никто не будет тратить миллионы долларов на проверку дженерика. с одной стороны, у нас есть дженерики, которые иногда работают прямо лучше, чем оригинальный препарат. С другой стороны, любой мусор, который будет выпускаться под вот типа дженериком чего-то там, будет легален для продажи, и мы будем там ожидать какой-то положительный эффект и отвлечения. Но его может не быть. учитывая, что вот мы живем в СНГ, где можно биодобавки просто так раздавать, лекарственные препараты за там пару миллионов регистрировать и продавать. В общем, это такой спорный вопрос остается. Что с этим делать? Понятия не имею. Наблюдать за отзывами, опытом. Спасибо. Это был Никита Жуков? Да ладно, я же что. Слушай, можно к тебе обратиться как специалист? У тебя же высшее образование есть? Верхнее. А вот это что за буква? Это похоже на перевернутую английскую R. Ну да, что за буква? R? А, все, спасибо. Я теперь вообще не знаю, как доверять чему-либо и чем закидываться. Так что же делать в этой ситуации? По-моему, это скорее вопрос к твоему поставщику наркотиков. И причем он и говорит, он не говорит. Да, потык его. какое-то решение, чтобы ответить на этот вопрос. Да, нелегальный препарат. Нет, я про у нас, у нас, у нас с тобой. Думаю, у нас с тобой, у нас туда, он за дверью, срока. Короче, я тебе показал то, что ты должен рассказать про медайкью. Ты мне не туда показал. Потом сюда, чтобы ты я прочитал. Давайте еще раз заново. Я теперь не знаю, как вообще доверять чему-либо. Что мне делать, чем закидываться? У нас есть какое-то решение на этот случай? У нас с тобой есть. У всех остальных тоже скоро будет. Это медайкью, штуковина, которая помогает проверять препараты, насколько они нормально работают, насколько они сочетаются с другими препаратами, в том числе с оценкой конкретного пациента, насколько это может подходить или не подходить человеку. Так что теперь не обязательно искать фуфламицин в моем расстрельном списке препаратов. Можно в удобном приложении. Официальное признание, что расстрельный список Никиты Жукова устарел. А теперь настало время самого животрепещущего вопроса у меня проблема. Никита Едуардович, я сейчас выступаю как ваш пациент. Это проблема, которая вынуждает меня вести особый образ жизни, часто требует помощи, потому что в одиночку это просто невыносимо. Я алкоголик. Как я могу понять, с какими лекарствами я могу поддерживать привычный образ жизни? Чудесный вопрос. На эту тему тоже есть закладочка в нашем МедАйКю, что можно проверить препараты на совместимость в том числе с алкоголем. Получается, антибиотики празднику не приговор? Не всегда. Не всегда. Нередкая проблема в сочетании препаратов с алкоголем в том, что там нету какого-то химического взаимодействия, но есть чертов диуретический эффект алкоголя. То есть хочется описывать больше, чем обычно. И это снижает концентрацию препаратов в крови и они хуже работают в крови. Крови я буду говорить. Сперми. Сперми. А я из Питера с кем делаю. Примрик. Че? Примрик. Примрик? Ладно. Продолжай тему. Булька. Продолжай тему. Нет. Хороший терапевт, он же как бармен, должен собрать твой идеальный коктейль, чтобы все было... А чтобы все было... А как намешать? Заткнись. Как намешать? Чтобы все наутро с твоими лекарствами, не отключила тебе печень? Вопрос. Ведь лекарства существует очень много. Это сложные молекулы, которые воздействуют на твой организм, казалось бы, абсолютно непредсказуемым образом. Что делать, когда мы говорим про микс препаратов и, в принципе, наверное, любое назначение, любое там... Даже, ну, давай так. Самолечение в России занимается больше 60%. Как понять, что даже препараты, которых уже больше, чем один, не убьют тебя и не вызовут нежелательные явления? Через проверку совместимости с другими препаратами или с алкоголем или даже с питанием, например, грейпфрутовый сок может много на что влиять не самым положительным образом. То есть нужно приложение, например, MediQ. Например, MediQ, в котором у нас есть межлекарственное взаимодействие и есть взаимодействие с другими нежелательными фактами. Да. Вопрос. Все ли из того, что мы сегодня обсудили, можно найти в целом в нашем замечательном решении, которое абсолютно бесплатно, без рекламы, уже сейчас доступно для пользователей сети Telegram? Ну, в целом, да, если не считать там пару каких-то гомеопатий, которые обмечены как работающие. Нам заплатили очень много, но мы не купились. Это просто ошибки базы, которые мы исправим до среды. Какой, неважно, просто мы исправим их до среды. Понимаете, да, я как единственный медик во всей этой истории, вот, со мной деньгами не поделились, я рассказывал, что там все. У меня тоже медицинское образование. В общем, я немножко расскажу про планированный функционал, который запускает в ближайшее время сейчас. А может расскажешь про планируемый функционал, который запускается в ближайшее время. Настоящий момент в нашем приложении MediQ. Ссылка она все всегда здесь, всегда в описании, всегда там, всегда тут, да здесь. Это татуировка где-то здесь. Татуировка там есть, уникет, да. Мы собираемся добавить раздел медицинской карты, которая будет включать в себя возможность загрузки ваших лабораторных анализов, выписок и эпикризов и самое главное медицинских изображений, которые будут анализироваться с помощью последних достижений компьютерного зрения, переводя и формализуя все данные, которые вы подгружаете, с точки зрения возможности или невозможности приема вами определенных лекарственных препаратов. В ближайшее время в системе появятся формализованные инструкции по всем зарегистрированным в России и не только лекарственным препаратом и даже БАДом, учитывая которые вы сможете знать о возможных нежелательных явлениях и непереносимости определенных лекарств. Также, помимо всего прочего, мы сейчас работаем над огромным модулем с точки зрения оценки лабораторных а то бишь биохимических общих показателей которые могут сказать вам о том, что в вашем конкретном случае с точки зрения индивидуальной и персонализированной медицины выбранные вами лекарственные препараты являются не самыми оптимальными и согласие с вашим лечащим врачом который мы надеемся является не экстрасенсом а все же хорошим клиницистом могут быть оптимальными для того, чтобы вести ваш привычный образ жизни и оставаться на пике свою форму а еще можно будет проверить свою лечу врача если он говно там будет написано скан да действительно в скором времени в нашем сервисе появится возможность учета наиболее доказательных с точки зрения Никиты Жукова хотя он самодур врачей практикующих в Российской Федерации и это был наш первый подкаст пишите о чем бы вы хотели чтобы мы в следующий раз побазарили потому что нам сложно писать ну да потому что мы почти все время как бы у нас любая идея и брейншторм заканчивается пьянкой мы бы хотели услышать от вас разумные светлые идеи ваших чудесных доложих относительно о том что вам было бы интересно услышать и не отключайтесь до скорого пока